Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на телеканале Видное ТВ. С каждым годом ужесточаются требования к содержанию дорог, придомовых территорий и общественных пространств. С другой стороны, и жители как старых, так и новых районов, теперь уже городского округа, стремятся к более комфортным условиям проживания. Что делается в этом направлении, мы в прямом эфире поговорим с нашим гостем, заместителем главы администрации муниципалитета Сергеем Гавриловым. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый вечер, Максим. В свою очередь постараюсь дать исчерпывающие ответы на ваши вопросы и вопросы наших телезрителей. Действительно, во время нашего эфира вы сможете увидеть на экранах телефоны, по которым можно позвонить. И я передам ваши вопросы нашему герою. Также это можно сделать в наших соцсетях. Что ж, давайте начнем. Сергей Анатольевич, ежегодно на территории муниципалитета ремонтируются сотни километров автомобильных дорог. Расскажите, какой объем работ выполнен в этом году? У нас с вами всего 240 километров муниципальной дорожной сети, поэтому объем измеряется, наверное, не в сотнях километрах, а в десятках. В этом году мы отремонтировали 27 автомобильных дорог, 10 из них шло после финансирования из бюджета Дорожного фонда Московской области и 17 дорог за счет средств местного бюджета. По 10 автомобильным дорогам, это основные дороги у нас по городу видны, Белокаменное шоссе, проспект Ленинского комсомола до пожарной части, перекресток в районе больницы, Старо-Нагорное, Ольховое, Центральное в Расторгуйской части и по две дороги в деревне Петрушино и в деревне Белеутово. По 17 автомобильным дорогам вошли основные дороги, в том числе и по поселениям, по сельским населенным пунктам, Мамонова, Щерина, Бица, Молокова, дороги в городе Видное, ну и так далее. То есть вот такой объем дорог общей площадью 140 тысяч квадратных метров был отремонтирован в текущем году. То есть правильно я понимаю, что в данном случае отремонтированные дороги, они измеряются именно в квадратных метрах? Вы знаете, правильнее будет измерять в площадных характеристиках. Почему? Потому что протяженность, величина приведена. У нас есть дороги и с четырехполосным движением, а есть и с двухполосным. Ну вот я и предлагаю посмотреть сюжет про одну из отремонтированных дорог. Легким движением специальной техники снимается старый асфальт. Он еще послужит на благо районных дорог. Асфальт превратят в крошку, которые будут делать отсыпку дорожных дефектов. Новое же покрытие пройдет все необходимые экспертные процедуры. Оно должно прослужить не один год. Для того, чтобы окончательно проверять, что же было сделано, как и соответствует ли нормативам, разыгрываются контракты. Отбирается подрядчик, экспертная организация на взятие как раз-таки керны и проб, которые показывают водонасыщение и плотность. Сроки ремонта дороги на главной улице были определены 20-ми числами мая. Но все документационные процедуры завершились быстро, поэтому по поручению главы района Валерия Венцеля решили не ждать и начать пораньше. И вот в Петрушине обновлены 4,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. В этом году будет сделано свыше 11 тысяч квадратных метров дорог. То есть это получается 10 дорог у нас идут после финансирования с областью. Это 78 тысяч квадратных метров. В городское поселение Видное 6 и Горки 4 дороги. И остальное это за счет средств местного бюджета. Это и сельские поселения Развилково, Молоково, Булатниково. Это вот как раз оставшись на состат порядка 98 тысяч квадратных метров. Новые дороги в Петрушине во многом заслуга местных жителей, которые дружно голосуют на портале Добродел. Они организовали собрание, обсудили и всеобщим решением проголосовали за центральную, первую улицу и параллельную ей улицу Дублер. Сама как бы писала за эту дорогу и просила, потому что в прошлом году нам уже сделали вторую, третью улицу. И мы очень хотели, чтобы именно центральную дорогу, самую проездную в деревне тоже отремонтировали. Поскольку у нас очень много переулков, закоулков, очень большое движение машин, конечно, часто асфальт приходит негодность. Спасибо, его ремонтируют благовременно. И сейчас мы получили новую красивую дорогу, которая надеемся, что прослужит долго. Посмотреть обновленную дорогу приехала общественная деятель Елена Андреева. Она отметила, что участвуя в губернаторских программах, каждый житель региона в силах помочь изменить облик своего города или поселка. В правительство Московской области выделено 61 миллион рублей на асфальтировку ваших дорог. Поэтому остается только пожелать активно участвовать всем остальным городам, районам, городским округам Московской области, участвовать в тех программах, которые созданы правительством Московской области. А мы, жители, с удовольствием будем принимать качество работ, следить за теми работами, которые проводятся. Ну а до 1 июня на портале Добродел можно проголосовать за ремонт дорог на 2020 год. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Осень не только время подведения итогов, но и построения планов на будущее. Поделитесь, пожалуйста, какие именно дороги планируется отремонтировать в следующем году? Сейчас мы находимся на этапе формирования местного бюджета на 2020 год. Естественно, потребность и заявка, которую мы сделали, финансовый орган, достаточно большая. Мы понимаем, что в полном объеме за счет средств местного бюджета эта заявка не сможет быть удовлетворена. Соответственно, уже гарантированно сейчас мы знаем перечень дорог, которые попали у нас в софинансирование по областной губернаторской программе. И этот перечень, он, в принципе, понятен. Это три дороги у нас, в которых есть проект капитального ремонта. Ермольна-Сопронова-Калиновка, перекресток проспект Ленинского комсомола-Березовая-Советская и перекресток Школьная-Советская. Помимо проведения работы по капитальному ремонту в рамках этой же программы, будет отремонтировано еще семь дорог. Это Жуковский проезд от проспекта Ленинского комсомола до седьмого дома, Клубный переулок. В городе видна центральная улица номер один, о чем тоже говорилось. Улица Тинькова от первого Калиновского до мемориала, танк вокзальная, фруктовые сады и одна дорога в деревне Буговичино. Соответственно, по тем объектам, которые у нас будут определены и будут ремонтированы за счет средств местного бюджета, эту информацию мы обязательно доведем чуть позже, когда уже будет проект бюджета сверстан и разместимый на официальном сайте администрации района. Ну и уже список довольно внушительный. Тем не менее, я полагаю, что кто-то из наших телезрителей, из жителей муниципалитета, все же так или иначе будет недоволен тем, что, например, его улица или рядом идущая дорога не вошли в этот список. Поэтому, я думаю, что логичным будет узнать, собственно, как складывается, как формируется тот или иной список. И поэтому у нас на связи начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Анна Карпова. У нас есть Анна. Здравствуйте, Анна. Спасибо, что согласились принять участие в нашей беседе. Итак, на что ориентируется администрация муниципалитета, формируя планы ремонта дорог? В очередь формирования ремонта автомобильных дорог администрация учитывает мнение жителей Ленинского городского округа, поступившие в ходе личных встреч, а также обращения, направленные в адрес главы муниципалитета и в органы власти, в том числе посредством портала Добродел, на котором ежегодно проводится голосование по выбору дорог, требующих ремонта. Перечни автомобильных дорог формируются автоматически, исходя из обращений, поступающих на портал, и далее обрабатывается и выносится на голосование. При выборе автомобильных дорог учитывающих голосование в план ремонта включаются объекты, набравшие от 50 голосов. Также сотрудниками администрации и специалистами МВУ Дорсервис проводится мониторинг муниципальной уличной дорожной сети на предмет ее эксплуатационного износа и последующего включения в план ремонта. Скажите, а впоследствии вносятся какие-то коррективы в эти планы и от каких факторов это зависит? Да, коррективы в общий план ремонта автомобильных дорог на перспективный год вносятся в зависимости от предусмотренного финансирования местного бюджета, как уже озвучил Сергей Анатольевич. Таким образом, по итогам стоимости расчета ремонтных работ предложения направляются в Совет депутатов, которые определяют с учетом приоритетных потребностей жителей, какие участки дорог будут отремонтированы в перспективном году за счет средств местного бюджета в рамках имеющихся денежных лимитов. Что касается ремонта автомобильных дорог, отобранных по итогам голосования на портале Добродел, здесь коррективы, как правило, не вносятся, так как выполнение работ осуществляется при лечении софинансирования с бюджетом Московской области и доля местного бюджета составляется в 5%. Отлично. Спасибо большое, что приняли участие в нашей беседе. И прежде чем мы продолжим, я бы попросил наших операторов поставить еще один сюжет на тему, которая, я думаю, волнует многих жителей города Винны. Слухи о том, что в 6-м микрорайоне появится выезд на трассу М4 Дон, пошли уже давно. А когда в 2017 году определились инвесторы и начался процесс проектировки объекта, жители с облегчением вздохнули. Но люди не ожидали, что процесс затянется. Инвесторам пришлось несколько раз менять подрядчиков. Это и стало причиной задержки. Да и участок, как оказалось, непростой. Улицы в 1400 метров с множеством пересечения коммуникаций, с множеством пересечения свалок, оврагов, речка, границы участков, которые не выведены под красных линиях, это участок, к собственнику. То есть пока решался вопрос с собственниками земель. Но все эти трудности удалось решить. Сегодня на участке работает порядка 25 единиц техники. Представители компании-подрядчика утверждают, процесс не останавливается даже в плохую погоду. А застройщик обещает, что к концу этого года здесь уже будет что-то более похожее на привычное понимание о дороге. По словам представителя компании-застройщика, на следующей неделе работы стартуют на участке дороги от Донбасского моста по одноименной улице. В середине октября на отрезке от улицы Калиновой начнут класть первый слой асфальта. Если погодные условия позволят, то до конца года на всей протяженности улицы положат и финальный слой дорожного покрытия. Непростой этап строительства предстоит вокруг реки биться. Это довольно-таки очень трудоемкий, сложный процесс. Это заключение русла речки биться в коллектор. Коллектор уже заказан. Коллектор – это как отдельное техническое сооружение. Оно очень большое. Порядка двух месяцев займет работы по установке трубы и заключение речки биться. Параллельно со строительством дороги ведутся работы по созданию вдоль улицы тротуара, установки бордюров и столбов освещения. После завершения всех этих этапов начнется процесс озеленения территории. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Наверное, не будет преувеличением сказать, что этот выезд из 6 микрорайона является, наверное, самой ожидаемой дорогой. И в отличие от тех, о которых мы говорили, он строится на внебюджетные деньги. Так ли это? Да, этот проект для нас является стратегическим. С 2016 года мы занимались подготовкой разрешительной документации. Были вопросы по получению технических условий на присоединение к федеральной трассе. Разрабатывали транспортную схему, проект планировки, проектирование экспертизы. Соответственно, вот этот период у нас ушел именно на получение необходимой документации для того, чтобы можно было проводить сами работы. Это с мая текущего года подрядчики, соответственно, зашли на этот объект. Как уже было сказано в эфире, протяженность линейного участка 1,4 километра. Это, по сути, от города Видное до путепровода. Сейчас подрядчики находятся примерно на 9-м пикете. То есть, это примерно 900 метров на этой отметке, соответственно, проводят работы. Информация по поводу асфальтирования. Я бы сказал, таким, наверное, образом, нижний слой асфальта, нижний слой асфальта, ближайшее время вот на этом участке подрядчики ему приступят. Все будет зависеть от погодных условий, в первую очередь. Планы, которые ставим перед собой мы во взаимодействии с инвесторами и подрядными организациями, это нижний слой асфальта на улице Донбасска, на путепроводе и на линейном участке. Но, я думаю, самый главный вопрос, который все-таки всех волнует, это срок. Какой это срок? Срок, соответственно, ввода объекта в эксплуатацию, который мы видим и понимаем, что он реальный, это до 1 июня следующего года. Учитывая, что необходимо будет, в зависимости от погоды, положить верхний слой асфальта, финишный, необходимо будет завершить работы по устройству тротуара и уличного освещения. Ну, не секрет, что строители столкнулись с массой трудностей, тем более эти трудности нам сейчас частично, может быть, описал наш журналист Юлий Погосян. То есть, действительно, получился проект очень сложный. Не ожидали, что будет вот такое огромное количество, в буквальном смысле, подводных камней, видимо. Проект сложный. Основные, если говорить о технических трудностях, с которыми пришлось столкнуться, это обводнение двух пикетов, точнее, на двух пикетах участков технические. Сейчас этот вопрос преодолели и идет движение дальше. Ну, как я понимаю, опять же, настроены-то все на то, чтобы дорога была, ну, что называется, навека. Потому что, действительно, очень ответственная дорога. И, соответственно, все, что связано с проблемами с землей, нужно было решать прямо, скажем так, на корню и очень серьезно. Безусловно. И наша самая главная задача, потому что объект после завершения работы будет передан в муниципальную собственность, и нам его содержать и обслуживать, и обеспечивать на нем бесперебойное движение транспортных потоков. Соответственно, здесь необходимо выполнять работы в соответствии со всеми технологиями, чтобы потом у муниципалитета уже не возникало проблем с его эксплуатацией. Ну, что ж, я думаю, все-таки наши жители дождутся этого замечательного часа, когда дорога будет открыта, и по ней хлынут потоки по направлению к Москве. Хотя, как мы знаем, и дальше уже в Москве планируется, совсем скоро планируется ремонт развязки МКАДа и Липецкой улицы. Поэтому не знаю, насколько действительно проще станет водителем. Но это покажет время. Ну, раз мы заговорили о проблемах и об их решении, к нам поступил видео-вопрос от жительницы микрорайона «Завидное». Дело в том, что у них возникла тоже совершенно непредвиденная и неожиданная для них проблема. Давайте послушаем этот вопрос. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Меня зовут Екатерина. У меня есть машина. Недавно мне пришлось заплатить штраф в размере 8 тысяч рублей, потому что машина была и укуренна на штрафстоянку. Внезапно рядом с нашим домом появились запрещающие знаки, и теперь парковаться не менее моим соседям совсем негде. Скажите, зачем возникла необходимость в этих знаках, и как нам теперь быть? Где парковаться? Спасибо. Осуществлялись пассажировские перевозки регулярные. Возникали заторы и аварийные ситуации. Именно обеспечить безопасную, безаварийную перевозку наших пассажиров, жителей и гостей нашего района не представлялось возможным. Это была одна из причин. Еще одна причина была и заключалась в том, что очень близко к пешеходным переходам и выездам со дворов наши владельцы транспортных средств парковали свои автомобили, что полностью закрывало угол обзора. Мы знаем, что на этой улице у нас с вами находится средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся. Достаточно плотный трафик и детский, и, соответственно, район сам густо населен. Очень много жителей также переходит данную дорогу. В этой связи обеспечить безопасное движение при движении пешеходов у нас также не представлялось возможным. Ну и, соответственно, содержание дороги, особенно в зимний период, дорожными службами, скажем так, из-за навалов снега, у нас вместо полноценных двух полос образовывалось полторы рабочие полосы. По этой причине комиссии было принято решение о установке запрещающих парковку знаков на этой улице. В качестве варианта решения данного вопроса до конца октября на комиссии, также по безопасности дорожного движения мы рассмотрим вопрос по вводу ограничений действий данных знаков, чтобы в ночное время, в ночное время, еще раз подчеркну, у владельцев транспортных средств была возможность парковать свои автомобили на этой улице. Соответственно, в случае принятия положительного решения попросим наши органы Государственной инспекции безопасности, ГИБДД, взять на контроль исполнения, скажем так, владельцев транспортных средств действий этих знаков. Вот к нам пришел вопрос от, видимо, от одного из наших зрителей. Улица Радужная, дом 6, Татьяна. Установлены бетонные полусферы, существенно ограничивающие движение и парковку автотранспорта. Насколько это законно? Я так понимаю, что речь идет о полусферах, которые установлены на внутридворовой территории, не на проезжей части, скорее всего. Устанавливаются они на путях выходов из подъездов для того, чтобы была возможность, соответственно, людям выходить беспрепятственно на проезжую часть и автомобили не загораживали, соответственно, доступ пешеходов в дворовую территорию. Ну, вернемся к темам дорог. Бюджетные деньги будут сэкономлены не только при строительстве выезда 6 микрорайона, но и при строительстве еще одной дороги. Выезда из Старычева. Эта трасса не менее ожидаема. Расскажите об этом проекте. Данный проект предполагает выезд из микрорайона Зеленой аллеи на съезд улицы Старонагорная на трассу М4 Дон в районе улицы Старонагорная. Протяженность этого участка 1,2 километра. В конце прошлого года администрация с двумя застройщиками – это застройщик микрорайона Зеленой аллеи МИЦ, и, соответственно, застройщик, который приступил к строительству микрорайона Дивной Сити, с одноименным названием, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству данной дороги. Значит, какие сроки и какие обязанности данным соглашением закреплены за застройщиками? Застройщик Дивной Сити в течение 2019 года проектирует дорогу на 4 полосы на всем протяжении 2020 года. Он строит две полосы, которые уже можно будет открыть для того, чтобы жители начинали ими пользоваться и могли уже беспрепятственно выезжать с микрорайона на федеральную трассу М4 Дон. И застройщик МИЦ в течение 2021-2022 года строит еще две полосы, и к концу 2022 года у нас должно получиться полноценные четыре рабочих полосы. Отлично. Но пока все жители Зеленых Аллей волей-неволей устремляются на Старонагорную улицу. И, наверное, самый животрепещущий вопрос, когда изменится ситуация вот на этом направлении? Ну, по поводу микрорайона Зеленой Аллей, хотелось бы сразу сказать, что застройщикам проведена определенная работа, достигнута договоренность о том, что на внутриквартальной сети всего микрорайона в течение месяца они проведут работы по укладке второго слоя асфальта. Соответственно, мы уйдем от этой проблемы, потому что на этой внутриквартальной сети достаточно было много ям. Это вот первый момент, о котором я хотел сказать. Второй момент, совершенно правильно вы говорите, в части пробки, которая у нас образовывалась до искусственных дорожных неровностей на улице Старонагорная. Также на комиссии по безопасности дорожного движения у нас было принято решение о демонтаже данных искусственных дорожных неровностей с одновременной установкой светофора с вызывной кнопкой. Сроки, которые мы перед собой здесь поставили, это 1 ноября, когда светофор с кнопкой должны быть установлены, и искусственные дорожные неровности будут демонтированы. Мы тоже разговаривали с водителями, в том числе, когда снимали несколько сюжетов на эту тему, и большинство склоняло нас тоже к такому решению. Посмотрим, ждать осталось недолго, посмотрим, насколько это решение будет действительно рабочим. Тем не менее, я предлагаю перейти к следующей теме. Прежде чем мы начнем разговаривать о благоустройстве дворовых территорий, я предлагаю посмотреть сюжет о том, об одном из дворов, где такой ремонт уже сделан. Еще совсем недавно здесь было много строительной техники и рабочих, а теперь двор на Жуковском проезде 14 привлекает ребятню со всех окрестных домов. Более двух лет местные жители ждали, когда же, наконец, их двор приведут в порядок, и вот работы по благоустройству завершены. Детвору особенно порадовал новый яркий игровой комплекс. В ходе комплексного благоустройства здесь заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары, установили антипарковочные столбики и ограждения, обустроили новые пешеходные зоны, установили лавки, урны и заменили элементы освещения. Вместо старой детской площадки появился новый большой игровой комплекс, который нравится как малышне, так и ребятам постарше. Парковки стали сделать, хорошо сделали. Замечательно просто, нам очень нравится. Детская площадка шикарная. Вот здесь вот даже называют, в замок пойдем, говорит, погуляем. Тебе нравится площадка? Да! А что тебе больше у ней нравится? Катать. Катать. Раньше тут была расшатанная горка, вообще убитое покрытие. Мы даже проходили мимо, даже мысли не было зайти. Вот, а сейчас, ну, на самом деле здорово все сделали, так и необычно, и очень оживляет вид двора. Вот, ребятам интересно. В ходе комплексного благоустройства удалось увеличить количество парковочных карманов до 30, что, безусловно, оценили автолюбители. Стало очень замечательно, сейчас расширили вот чуть-чуть. А детям вообще замечательно, потому что очень благодарны тем, кто людям, тем, кто это сделал. Спасибо им большое. Помимо обязательных элементов, здесь также появились два пешеходных перехода. Именно они соединяют парк Сосинки, излюбленное место отдыха видновчан с городской инфраструктурой на проспекте Ленинского комсомола, остановками общественного транспорта и детской поликлиникой. Этот пешеходный переход, ну, просто был необходим именно в этом месте. И хочется сказать огромное спасибо и Дорсервису, и нашему управлению по благоустройству, что они сделали вот такое, на мой взгляд, очень и очень хорошее дело. Также по просьбам жителей была перенесена контейнерная площадка поближе к дороге и облагорожена небольшая аллея за домом. Уложена плитка, установлены скамейки, урны и освещение. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Кроме двора, сюжет, о котором мы точно показали, в Ленинском муниципалитете благоустроено еще несколько дворовых территорий. Расскажите о них подробнее, пожалуйста. Да, ежегодно у нас благоустроиваются не менее 10% дворовых территорий, всего у нас 152, соответственно, 15 дворов ежегодно мы благоустроиваем. В текущем году у нас 13 дворов в городе ВИДНЭ попало под комплексное благоустройство. Один двор в поселке Развилка и один двор в деревне Калиновка. Я зачитаю адреса, чтобы было понимание, по каким адресам провелись работы. В текущем году это завидные дома с 9 по 19, Белокаменное шоссе с 1 по 13, поселок Ленинский, дома 2, 3, 15, Советская 32, ПЛК 48, 52, ПЛК 70, 72, Развилка 38, 39, ПЛК 46, Ольгинская 49, Центральная дома 12 и 13, Ольгинская 48, 50, Школьная 68 по 76, Жирковский 14, который у нас был в сюжете, Школьный проезд, дом 3 и 3 дома в деревне Калиновка. В принципе, по всей части, в том числе и по Расторгуевской, такие работы у нас проводились. Я думаю, часть наших телезрителей в очередной раз порадовались, услышав свой адрес проживания. Но впереди у нас 2020 год. Сколько же дворов и где они будут благоустроены? Также 15 дворовых территорий. Все они будут в городе видны. Это дома по улице Завидность 14 по 24. Битцевский проезд с 9 по 17, дома ПЛК 3, 5, 7, корпус 1, корпус 2, Завидный 1, 3, Школьный 67, 79, вот этот массив. Петровский проезд 24, 26, Школьный 53, 65, Советская 2А, 6А, Заводская 24, ПЛК 17, корпус 1, корпус 2, 35, ПЛК 10, 14, ПЛК 42, Советская 44, Советская 2-10, Советская 9, 17 и вокзальная 48. Ну, я думаю, в этот момент обрадовалась еще одна часть телезрителей, скажем так. Но я думаю, тем не менее, кто-то остался и недоволен. Расскажите, а как можно повлиять на то, чтобы благоустраивалась территория именно твоего дома? То есть каждый человек, живущий в доме, может как-то повлиять на это? Как формируются вот эти планы? Планы формируются и отбирается перечень общественной и муниципальной общественной комиссии, куда входят в том числе представители общественности. 50% дворов отбирается посредством голосования на портале Добродел и 50% по обращениям граждан в органы власти. Соответственно, перечень анализируется и по нему принимается решение. Голоса, набравшие наибольшее количество на портале Добродел, включаются, соответственно, в полном объеме. Спасибо большое. А я предлагаю осветить еще одну тему, которая волнует, наверное, каждого жителя Видного. Наверное, одним из самых важных вопросов, который интересует жителей муниципалитета, несомненно, является благоустройство территории вокруг кинотеатра «Искра» на Аллее Склавы. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению этой ситуации с реконструкцией, хотелось бы узнать историю возникновения этой идеи. Как решили преобразить центр города? Как я понимаю, здесь есть какая-то предыстория. Предыстория здесь одна. Это 90-летие Ленинского района. И мы попали в губернаторскую программу по выделению финансирования для районов юбиляров. Соответственно, разработали проект, концепцию проекта, обсудили и вышли уже на принятие решения по утверждению данного проекта. Итак, источник финансирования определен. Следующий шаг – это решить, что будет именно на том пространстве, которое будет реконструировано. И о том, как происходит процесс формирования будущего проекта, мы попросим рассказать начальника управления архитектурой и строительства администрации муниципалитета Веру Попову, которая находится у нас на связи. Здравствуйте, Вера Петровна. Добрый вечер. Итак, как определялись контуры будущего благоустройства? Это было вешенное решение в преддверии юбилейского муниципального района, сейчас уже городского округа, административным центром которого является город Видное. И так уже сложилось, что есть то место притяжения не только жителей города Видное, но и городского округа в целом, а также его гостей. Это территория вокруг Тимоховского пруда, кинотеатра «Искры», «Аллеи славы», которая обладает очень большим рекреационным потенциалом. И в свое время, на протяжении многих лет, на ней проводились работы по благоустройству, но фрагментарно. И вот, наконец-то, так получилось, что ее можно охватить в полном едином объеме. И получилось ее привести к единому облику, соблюдая при этом все современные направления. Ну а что вот вам лично импонирует во всем этом проекте? Что больше всего именно вам, может быть, понравилось? Новые архитектурные формы, которые на ней появились, которые современные. Мне кажется, они будут радовать возрастную категорию любых лес, как от детей, так и взрослых. Добавление прогулочных, пешеходных зон. То есть, это будет действительно таким массовым местом, где люди смогут и погулять, и найти для себя развлечения. И будет, в принципе, доступная среда для любой категории лиц. Спасибо, что приняли участие в нашей беседе. Вопрос к вам, Сергей Анатольевич. А как пришла идея изменить внешний облик еще и окружающих домов? Учитывая массовость и комплексность данного проекта, конечно, необходимо было придать завершенность всей этой территории. Соответственно, все дома по улице Советской, дома по Советскому проезду и по улице Строительной, которая окружает эту территорию, было принято решение также включить программу по замене фасадов. А на каком этапе в данное время находится процесс реконструкции? На сегодняшний день у нас заканчивается замощение, зеленение. В завершающей стадии работы по детской игровой зоне, как Вера Петровна сказала, она будет достаточно насыщена малыми архитектурными формами. Зона фонтана подходит к своему завершению. Причем тоже интересный, скажем так, фонтан. Он будет плоскостной и зоной для детской игры с водой. Соответственно, основные работы сейчас с 90-процентным выполнением. Мы знаем, что первоначальные планы были сделать благоустройство ко дню города. К сожалению, не суждено было сбыться по ряду причин. Но я знаю, что и во время реконструкции возникло ряд непредвиденных проблем, которые приходится преодолевать и сейчас. Знаете, как планы были сделать объект в текущем году. Именно поэтому и проводили День района, День города на стадионе Металлург. Проблемы, безусловно, есть. Причем достаточно серьезного характера. Касаются они зоны пруда. Вылезли в очень большом количестве родники. Соответственно, необходима реализация комплекса технических мероприятий по отводу воды. Ну и естественный вопрос. А что же с кинотеатром «Искра»? Нужно признать, что внешний вид здания все-таки довольно архаичен и не соответствует каким-то современным нормам, в том числе эстетическим. Что будет с ним? Какие планы на него? Вы знаете, фасад кинотеатра не вошел в данный проект. Соответственно, мы также прорабатываем сейчас вопрос по проведению этих работ в текущем году. Ориентировочно планируем, что к ним приступит подрядная организация до 20-х числах ноября. И до конца текущего года работы должны быть также завершены. Мы тоже снимали с нашими коллегами сюжет о благоустройстве, в частности, о спортивных площадках. И я предлагаю сейчас его посмотреть. Павел Войтов начал заниматься питбайком более 15 лет назад. Сейчас спортивная дисциплина, где необходимо продемонстрировать различные трюки на велосипеде, называется «Байсикл Мотокросс» или «Би-М-Х». Теперь в Видном появится трасса, где и спортсмены со стажем, и новички смогут оттачивать свое мастерство. Мы создали сильнейшую команду в Видном по «Би-М-Х». И вот, наконец-то, в Видном спустя 15 лет появляется скейт-парк, которого ждали реально очень много лет. Строится не дилетантами, не какими-то наемными рабочими, а настроится нами. Вот этот парк делает конкретно тот человек, который был со мной вместе, один из лучших «Би-М-Х» в России тогда, на тот момент. Соответственно, он знает то, что он делает, и придраться здесь к фигурам абсолютно невозможно. Здесь можно научиться почти всему. Памп-трек – это трасса, на которой чередуются ямы, кочки и склоны, не содержащие ровных участков. Скейт-парк – площадка с различными объектами, имеющими уклоны. Но пока они строятся, многочисленные поклонники трюков на двухколесных средствах передвижения тренируются где придется. Например, начинающие райдеры Максим и Дима устроили скейт-парк во дворе школы. Ну а какой-то уже такой профессиональный нужен? Ну, его около искр строят. Ну и как ты думаешь, он пригодится тебе? Да. Неудобно просто ездить, вот эти руки делать. Нужен специальный скейт-парк. Павел Войтов уверен, скоро ребятам будет где развернуться. Он не только ведет активную спортивную деятельность, но и тренирует молодежь. В том числе и своего четырехлетнего сына Мишу. Опытный спортсмен не понаслышке знает, насколько актуальна проблема скейт-парков и памп-треков не только для видного, но и для всей России. Раньше было только велики и скейт, и ролики. Сейчас ролики ушли на план, появился самокат. Самокат заполонил всю Россию. Это самый тренд, в принципе, сейчас по популярности. Это самокатный, вот трюковой самокат. Соответственно, детей стало вот в разы больше. Появился вот еще беговел плюс до кучи. Они тоже катаются в парках и делают трюки, реальные элементы. Еще одна группа райдеров на постоянной основе тренируется в центре Видного. На небольшой площадке перед районным центром культуры и досуга ребята пытаются изучать несложные трюки. В целом получается неплохо, но все же место не приспособлено для таких занятий и хочется чего-то большего. У друга взял велосипед, мне очень сильно понравилось кататься. И в итоге собрал свой велосипед. И вот, люблю это. Прогресс идет очень медленно. Ну вот у «Искры» строят, как на ваш взгляд? Я думаю, так хоть краем глаза-то уже видели. Как на ваш взгляд? Там это будет действительно интересно, эффективно? Да, я видел. На самом деле, да, очень круто. Сейчас хоть и не полностью подстроено, но со стороны выглядит круто. Сначала просто катался, но как-то особо ничего не умел. Потом познакомился с ребятами, которые хорошо катаются, и начал что-то пробовать. И вот получается, мне это нравится. Тут тяжеловато на скейт-парке, который у нас строят около «Искры» все-таки будет прогрессировать более легче и безопаснее. Все, что я учился, я учился на улице. Ну а сейчас с появлением парка, как думаете, прогресс получше пойдет? Да, конечно, была бы еще защита. Так я без защиты катаюсь. Безопасность действительно превыше всего. Трасса для памп-трека у «Искры» еще не достроена, а потому передвигаться по ней следует с особой осторожностью. Несмотря на юный возраст, Миша Войтов уже имеет опыт выступления в соревнованиях, пусть и любительских. А потому отец позволяет ему немного проехаться по трассе в ознакомительных целях. Мы мечтать даже не могли о таком в 4 года. Ему сейчас 4 года исполнилось. Я думаю, мы даже не думали в свои годы, что такое может быть, такое возможно. Он уже просто пытается делать какие-то трюки, там что-то развернуться куда-то. На улицах «Видного» огромное количество ребят, которые просто катаются на самокатах, скейтах и велосипедах. Но немало и тех, кто хочет серьезно заниматься трюками, и отрадно, что скоро им будет где оттачивать свое мастерство. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Справедливости ради стоит отметить, что сюжет снимался примерно где-то полтора месяца назад. Картина сейчас там совершенно другая. И естественный вопрос, существуют ли какие-то, пускай ориентировочные, крайние сроки, когда мы увидим обновленный центр города Видное? Общестроительная работа, связанная с замощением и всеми остальными мероприятиями, планировано, что будут закончены к 15 ноября. Но вот та проблема с заводнением в районе пруда, здесь у нас срок реализации этой зоны, скорее всего, будет к 1 декабря. Продолжая тему благоустройства общественных пространств, стоит задать вопрос, опять же, о планах. Что в будущем году, преобразится ли какая-то парковая территория? Да, также по результатам голосования, которое у нас было проведено на портале Добродел, победила общественная территория парк Сосинки, тоже очень востребованная нашими жителями. Соответственно, в этом году мы выполним работу по визуализации и на следующий год уже работа по благоустройству. Отлично. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Нам поступило еще несколько вопросов, но я думаю, что мы передадим все эти вопросы Сергею Анатольевичу и по каждому из них, тем более, что, в общем-то, и обратные есть телефоны, по которым можно позвонить и связаться. Я напомню, что нашим гостем сегодня в студии был заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Гаврилов. Спасибо, что пришли к нам на эфир и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Ну а всем нашим жителям хочу пожелать благополучия и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин